Друзья, всех приветствую на торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, то традиционный для этого вебинар состоится в 16.00 по московскому времени, проведу его я. Тему этого вебинара предлагаю определить вам. В нашем телеграм-канале мы запустим голосование, предложим несколько топиков на ваш выбор. Они будут касаться совершенно разных финансовых инструментов и разных ивентов, которые мы ожидаем на финансовых рынках. Та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Поэтому, друзья, если есть возможность присутствовать на вебинаре, буду с большим удовольствием всех вас там, буду рад видеть. И, соответственно, у вас будет возможность задать вопросы в прямом эфире по активам, которые вас интересуют и которые, может быть, остаются вне поля моего обзора. Но если будет какой-то запрос особый с вашей стороны, я с большим удовольствием специально для вас этот инструмент разберу. Ну что, эта неделя насыщена на фундаментальные события. Действительно, будет жарко, потому что мы ждем продолжение цикла заседаний мировых центральных банков. Причем, самое главное, на этой неделе будет заседать Федрезерв. Также на этой неделе состоится после решения по ключевой процентной оставке американского регулятора и пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Паула. Традиционно все это в среду. В четверг будет заседание Банка Англии и тоже оно будет приправлено выступлением главы Банка Англии Эндрю Белли. Мы за британскую валюту следим очень давно и, я думаю, что вы так же, как и я, устали уже от монотонной динамики фунта, который уже с середины декабря, по-моему, топчется в районе отметки 1,27 и явно нуждается, ну или, по крайней мере, мы, как трейдеры и инвесторы нуждаемся в том, чтобы этот актив показал более интересную динамику. Заседание Банка Англии очень серьезное топливо, фундаментальное для движений. И если все пойдет так, как мы с вами ранее прогнозировали, и британский регулятор будет настойчиво придерживаться жесткой риторики и постоянно повторять нам о том, что на текущем этапе даже не обсуждает возможность смягчения экономической политики из-за того, что инфляция остается по-прежнему на очень высоких значениях, если сравнивать с показателями, например, европейскими, американскими, с показателями коллег по цеху, то есть других регуляторов, которые отвечают также за инфляционные составляющие в соответствующих странах, то фунт сможет получить достаточную поддержку и найти основания для роста выше уровня 1,28. Уже давно придерживаемся долгосочного посыла, в соответствии с которым британская валюта может добраться до отметки или диапазона 1,29-1,30. Кроме того, на этой неделе состоится или будет публикована статистика по американскому рынку труда. Это обычно релизы, то есть заседания Федрезерова, но фармы, которые размываются по времени, но сейчас все это сфокусировано в рамках одной недели. Поэтому только мы с вами отойдем от итогов заседания Федрезерова, как в пятницу выйдет этот отчет, который снова заставит нас оценивать вероятность смягчения американской монетарной политики, снова приведет в движение американский доллар. И я рассчитываю на то, что при поддержке именно жесткой риторики Федрезерова, что уже изначально должно обеспечить индекс доллара локальной поддержкой и помочь ему выйти на новые локальные максимумы, данные в пятницу по Non-Farm Perls тоже не разочаруют и позволят нам говорить о том, что данный сектор американской экономики остается крайне стабильным и устойчивым, что будет дополнительно поддерживать рост доллара. Ну и вкратце сейчас, поскольку при определенном сценарии вашего голосования, я допускаю, что мы традиционно уделим очень много времени доллару сегодня на вебинаре, вкратце по основным инструментам, чтобы сейчас особо не растекаться по древу. Индекс доллара 103.30, локальный максимум, достигнутый на прошлой неделе, собственно, на них индекс доллара сейчас и удерживается. В пятницу вышли данные по личным доходам и расходам. Статистика оказалась довольно неплохой, в частности доходы выросли на 0,3%, прогноз в принципе предполагал повышение на 0,3%. Расходы плюс 0,7%, прогноз 0,4%. То есть можно сделать вывод о том, что потребительская активность постепенно растет и вместе с этим создаются условия для увеличения локального и показателей инфляции, что будет и дальше ограничивать возможности Федрезерва в вопросе уместности, что ли, смягчения национальной монетарной политики. Индекс расходов на личное потребление, наиболее предпочтительный индикатор Федрезерва в оценке инфляции, тоже в месячном выражении положительная динамика, рост на 0,2%. И неудивительно, что после выхода всех этих данных анализ инструментов AdWords Tool показал, что рынок оценивает сейчас вероятность снижения ставки в марте уже не 52%, как это было на начало торговой сессии пятницы, а 48,6%. Мы снова ниже 50% и, соответственно, еще больше оснований сомневаться в том, что американский регулятор раньше второго квартала вообще созрит на обсуждение вопроса, который будет касаться смягчения национальной монетарной политики. Поэтому в качестве ожидания на текущем этапе, да, доллар продолжит вот это постепенное восстановление индекса доллара. Это будет не резкая реакция, опять же, и движение в рамках уже формирующегося нового восходящего тренда. Ну, нужно, наверное, свекаться уже с идеей того, что доллар нацелен на какие-то локальные максимумы и сможет их достичь, особенно при такой фундаментальной поддержке. Учитывая, что с прошлой недели у нас тянутся еще сильные данные по ОВП, когда в годовом выражении американская экономика выросла на 3,3%, и сильные данные по индексам PMI производственного сектора и сферы услуг. Золото 2026 долларов за тройскую унцию. Пока что, друзья, я сохраняю шортовые сделки, то есть начал набирать эту короткую позицию понемногу с конца прошлой недели. Если новостной фон не изменится, то в течение этой недели буду продолжать это делать и вам, соответственно, буду озвучивать свои действия. Если картина поменяется и, соответственно, возникнут какие-то сложности с локальным восстановлением золота, мы с вами это обязательно подметим, тем более, что увидимся каждый день, и у нас будет время быстро среагировать. Но на текущем этапе индекс рыночных настроений 45 на 55, по сути, то же самое, что было в конце прошлой недели. Есть динамика негативная по интересу со стороны институциональных инвесторов, даже два подтверждения. Во-первых, это отчет CFTC, Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, где значительно сократилось количество общего совокупного ланга со 169 тысяч контрактов до 169. И негативная динамика в крупнейшем золотом ETF фонде SPDR Gold Shares, тоже объемы торгов за последние три торговые сессии снизились еще на полтора процента. Ну, не верят, судя по всему, крупные деньги пока что в перспективу роста золота, поэтому я тоже немного сомневаюсь. Американский фондовый рынок 4911 пунктов по S&P 500 ждет роста, причем с учетом того новостного фона, который я озвучил, 4950 и потенциально повыше. Это уровни, которые могут быть достигнуты уже в рамках ближайших торговых сессий. Британская валюта 1,2705. Индекс доверия потребителей, который вышел в пятницу, хорошая статистика, улучшение с минус 22 пунктов до минус 19. Это лучший показатель с января 2022 года. Напомню, что мы ждем заседания Банка Англии. Инфляция сейчас в Англии находится на отметке 5,1%. Это базовый показатель, один из самых высоких уровней среди всех развитых стран. И в связи с этим лично я убежден в том, что Банк Англии будет, как уже комментировал ранее, последним регулятором, который начнет снижать ключевую процентную ставку. Но если не произойдет какое-то чудо, каким-то немыслимым образом Банк Англии сможет решить проблему с инфляцией за очень короткий промежуток времени. Но это маловероятно, поэтому жесткая риторика Бейли, которая будет, скорее всего, озвучена уже в предстоящий четверг, на мой взгляд, станет попутным ветром для укрепления позиций британского валютного актива. Доллар иена 148,10. Ждем движения в район 149 и 150. На прошлой неделе в конце мы анализировали данные по инфляции. В частности, показатель в токийском регионе снизился с 2,1 до 1,6%. И я снова повторяю, что при снижении инфляции Банка Японии не сможет анонсировать отказ от стимулирующей политики, особенно еще из-за последствий землетрясения. И нужны какие-то дополнительные индикаторы для Банка Японии, например, в виде роста заработных плат, чтобы попробовать порассуждать на тему того, как заработная плата сможет простимулировать усиление инфляции. Но до весенних переговоров по заработным платам между представителями бизнеса и профсоюзов какой-то дополнительной информации и не будет. Думаю, что иена останется под давлением и, соответственно, рост пары доллар-иена продолжится. И рынок нефти 83.43 доллара за баррель сейчас. Почему-то участники рынка решили, что ближневосточная тема, несмотря на то, что она уже давно известна, может стать источником дополнительного роста. В итоге мы увидели новые локальные максимумы. Золото черное оказалось на максимумах за последние три недели. И я, друзья, учитывая то, что рынок работает с прежним фоном, а я допускаю, что это вряд ли хорошая база для роста, но все-таки считаю с тем, что сейчас идет локальное восстановление, решил больше не искушать судьбу и пока что закрыть эти короткие позиции, буду искать дополнительные точки входа. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!